Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмилы. С вами я, Артур Изядулин. Турецкая лера вчера не могла найти себе места, поднимаясь до максимума дня, затем также быстро теряя позиции. Рынок пытался найти равновесные мнения относительно среднесрочного экономического плана, который был опубликован Турецким Министерством Финансов в четверг, который вместе с повышением на ставки на 125% пунктов, то есть до 24%, на прошлой неделе должен был вернуть уверенность инвесторам в завтрашнем дне. Сначала турецкая валюта, как видите, выросла на первых предложениях министра финансов Беррата Альбайрака, который представил разумные ориентиры по инфляции и экономическому росту. Дефицит счета текущих операций, который является системным недугом турецкой экономики, по прогнозам Минфина увеличится до 3,3% в 2019 году, что вполне себе является реалистичным предположением и намного ниже устрашающих оценок других аналитиков. Что касается других деталей, темпы роста ВП, как ожидается, замедлятся до 3,8% в 2018 году и до 2,3% в 2019 году. Снижение доходов, а значит и налоговых поступлений, вероятно, ограничит замыслы правительства по поддержанию социальных программ, а где-то, возможно, придут и к сокращению расходов. Цель по инфляции на 2019 году у турецкого правительства осталась на довольно высоком уровне 15,9%. В 2020 году темпы роста цен замедлятся и составят почти здоровый для экономики такого типа 6%. Но когда Альбарак затронул тему банковских долгов, по сути, это главная карта, которую разыграли продавцы лиры вот на этом турецком кризисе, то лира не удержалась и вот здесь она резко сдала позиции, опустившись до уровня 6,33 за доллар. Вполне вероятно, причиной этому, то есть главным основным тезисом, который так повлиял на лиру, стала фраза о реструктуризации долгов банков, что означает рост потенциальных интервенций со стороны турецкого правительства в банковскую систему. То есть Эрдоган у нас сохраняет власть над банками и таким образом может диктовать свои условия, что, конечно же, большая неопределенность для инвесторов. Судя по выступлению главы Минфина, экстраординарных каких-то мер не ожидается. Соответственно, была преждевременная, точнее, вся эта преждевременная риторика об угрожающих масштабах кризиса, она была немного бессмысленной. Теперь инвесторы будут соретачиваться на мерах ЦБ по поддержанию ликвидности в экономике. Там можно включить валютные свопы, овернайт ставки, корректировка именно этих параметров. А также инвесторы будут изучать слабые места банковской системы в виде отдельных банков, в виде их плохих долгов, может ли какой-то банк лопнуть, как это отразится на всей банковской системе. Это все будет сейчас закладываться в лиру. Что касается реакции инвесторов на тарифную войну между США и Китаем, то здесь нужно обратить внимание на то, что доходность облигаций правительств двух стран вновь начала двигаться в одном направлении. Это у нас произошло в начале августа. То есть, именно здесь у нас в Китае, можно сказать, прекратилось бегство от риска в ответ на твердую позицию китайских властей по сдерживанию роста денежного предложения, несмотря на объективную необходимость этого, это замедление экономики. Основная задача, которую пытается сейчас решить китайское правительство, это как остановить замедление китайских капитальных вложений. Из всех экономических данных они у нас выделяются в первую очередь тем, что в них именно наблюдается устойчивый тренд снижения, в то время как основные индексы, как экспорт и импорт, они у нас сейчас просто демонстрируют повышенную волатильность. Другие показатели спроса остаются у нас в норме, но инвестиционная активность, как известно, лидирующие индикаторы, уже сейчас говорит о том, что фирмы не ожидают более радужных перспектив спроса и готовятся зимовать. Тарифные войны омрачают прогноз по росту. Единственным средством, выходом, да, и ситуация для китайского правительства вроде как остается усиление поддержки ликвидностью банковской системы. Но замечание китайского премьера в среду пока исключает развитие такого сценария. Ли Киаинк заявил, что поддерживая ликвидность банков, финансовые органы должны сосредоточиться сейчас на стабилизации рычага в экономике. Как следствие, ЮА не будет использована в торговой войне с США, а значит ожидать его снижения именно из-за фактора монетарного смягчения бессмысленно. Вполне возможно, что премьера делает подобные комментарии, чтобы сдерживать отток иностранных инвесторов. Инфляционные ожидания в Китае, как ожидается, вырастут на фоне удорожания экспорта, например, соевых бобов, что отражается на реальной доходности по облигациям. И, соответственно, тоже вызывает рост доходности, так как инвесторы пытаются компенсировать этот эффект. Для золота, который движется с юанем практически в унисон, это является отличной сейчас возможностью для укрепления после периода сильной перепроданности летом. Сегодня у нас по паре долларки и китайский юань наблюдается снижение. И если посмотреть динамику золота, то она сегодня также реагирует положительно на изменения курса юани, и поэтому также растет. По экономической статистике в США данные по продажам домов в августе в очередной раз стали причиной для разочарования. После сжатия на 0,7% в июле инвесторы надеялись на рост продаж в августе, но четный августовский показатель остался неизменным, что стало худшим изменением с февраля 2016 года. Это еще один довод в пользу мягкой позиции ФРС на заседании в следующую среду, так как ослабление спроса на недвижимость – это один из первых признаков ослабления спроса вообще. То есть, когда у нас появляется нестабильность в доходах, люди менее уверены в долгосрочных покупках, и в первую очередь сокращают именно их. Рост евро-доллара, в свою очередь, могут сдерживать новые опасения, связанные с долговой ситуацией в Италии. Лидер итальянской партии движения «Пять звезд» Димае заявил, что если правительство не сможет найти средства для выполнения обещаний в рамках предвыборной программы, то тогда все решения будут приниматься самостоятельно, потому как итальянское правительство будет формировать свои планы по расходам без оглядки на требования Брюсселя. То есть, основное требование – это жесткая фискальная дисциплина. Правительство пообещало населению снизить налоги, снизить пенсионный возраст, увеличить трансфер для малоимущих групп населения. То есть, взял вектор на увеличение государственных расходов, при этом, естественно, наблюдается очевидное разногласие с Евросоюзом, который готов выделять деньги только в случае, если Италия будет придерживаться жесткой фискальной дисциплины, будет держать контроль над расходами. Но тогда, как вы понимаете, для итальянской партии это будет удар по их популярности, который они сейчас пытаются избежать, спекулируя на том, что Брюссель очень боится именно европейского кризиса и пытается всеми силами сдержать его. Власть воплекует фискальный план на следующий год, 27 сентября, в котором будут указаны цели по госдолгу и бюджетному дефициту. В ЕС они представят данный план до 15 октября. Сейчас у нас образуется такое время, где будут вноситься разные комментарии со стороны того же министра финансов Джованни Трио, который у нас является проевропейским министром, который будет отстаивать политику жесткого контроля расходов, но тем не менее со стороны популистской партии они будут пытаться тянуть дьявол на свою сторону. Интересно же, конечно, как министр финансов сейчас будет комментировать попытки такого вот вымогательства популистов, новой порции помощи со стороны ЕС. Если эти противоречия будут продолжать обостряться, все равно все-таки в евро опять вернется фактор политических рисков и будет, соответственно, сдерживать его рост. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Увидимся с вами в понедельник.